Погода в последние годы, особенно зимой, нестабильна. Это влияет на уборку дорог. Да и гололед сковал город. На это жалуются и пешеходы. Они не могут спокойно передвигаться по многим тротуарам, очень скользко. Состояние дорог и тротуаров контролируют власти города. Сегодня Берск усиленно готовится к весеннему паводку. Все оперативные службы внимательно следят за прогнозами синоптиков. Об этом сегодня рассказал исполняющий обязанности главы города Владимир Захаров. На традиционной встрече с журналистами. Заострил он внимание и на том, что Берск попал в государственную программу реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения. В рамках подпрограммы «Чистая вода» региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в Берске пройдет реконструкция коллектора на улице Первомайская. «Шестисотка будет, полиэтилен. Будем идти способом ГНБ, горизонтальное направленное бурение. А, околами. А, околами, так точно. Проект есть, пройдена экспертиза. То есть мы готовы реализовывать этот проект. Укс разместил еще Укс, но будем продолжать. Водовод второго подъема вдоль улицы Космическая. Там он сейчас отторговывает 45 миллионов рублей. И это еще не предел. Мы будем стремиться в этом году вообще переключить. Там еще есть 30 миллионов со следующего года можно будет отторговать. Наша задача, которую я поставил перед Уксом и ЛКХ, в этом году переключить первый этап на новую линию. Это от Черемочной до Лунной, чтобы уже функционировала новая линия водовода. В прошлых годах мы считали миллионы, максимум десятки миллионов на поддержку коммуналтки. Это теперь уже город Берск. Это не просто сотни миллионов, это уже не один миллиард, которые мы должны в течение года переварить. Это тяжелая задача, тяжелая нагрузка на технических специалистов». Держать баланс пешеходам удается сегодня с трудом. Улицы напоминают каток, по которому проще скользить, чем шагать. В трампункте очереди, в большинстве переломов, ушибов, люди винят гололедицу. Специалисты просят жителей Бердска быть осторожными. И гулять под крышами сейчас тоже не рекомендуют. Остатки снега сходят лавинами. Подготовка к предстоящему половодию идет полным ходом. Однако говорить о дате начала половодия еще рано. «Земля промерзла, порядка двух метров у нас здесь. Вода впитываться будет с трудом. Здесь есть определенные такие издревнесложившиеся понимания, что вода пойдет по рельефу».